Мы сдаем незалежность, по-дружески. А мы начинаем, ведь мы будем жить в России, теперь Путин наш президент. Соцсети разрываются от комментариев слегка возмущенных, но еще более ничего не понимающих белорусов. Подливают масло в агонии странные заголовки СМИ об углубленной интеграции Белоруссии и России в общем парламенте, якобы 90% белорусов, выступающих за союз с Россией. Мы и так практически в одной стране живем. И хоть высокопоставленные белорусские чиновники пытаются всячески отнекиваться, выходит это у них пока крайне неубедительно. Четверть века вранья полностью исчерпала какое-либо доверие. Ведь не может тот, кто 25 лет сдавал Беларусь, внезапно стать ее защитником. Тем более, что российская сторона выступает куда более решительно, ставя по сути ультиматум. Или интеграция, или такие цены на газ, что сами на коленях приползете. Любая интеграция это уменьшение суверенитета. Не нужно бояться этого. Здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят заложить прочный фундамент под экономическое развитие, под социальное развитие. Белорусские же власти от интеграции хотят поиметь разве что только экономических плюшек. Дайте деньги. 9 миллиардов долларов ежегодно теряет Беларусь из-за отсутствия равных условий торговли с Россией. Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, минхрана нужен кому такой союз. Россию, в свою очередь, интересуют уступки в первую очередь в политическом плане. Но своей личной властью Лукашенко поступиться не готов. Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Тогда откуда же столько слухов, домыслов и вбросов на эту тему? Во-первых, программу интеграции никто до сих пор не опубликовал. Хотя ожидается, что дорожные карты будут подписаны уже 8 декабря в Сочи на встрече двух глав государств. Есть мнение, что окончательного варианта этих дорожных карт нет до сих пор. Нет готовности делегировать значительную часть своего суверенитета, своих государственных полномочий над государством уровня, ни с той, ни с другой стороны. К слову, именно 8 декабря будет отмечаться 20-летие создания союзного государства Белоруссии и России. Тогда, в 99-м, Лукашенко шел на все, только бы залезть на российский трон. Но спустя время политические амбиции малограмотного колхозника превратились в самый настоящий домоклов меч, свисающий над лысой макушкой. На протяжении 20 последних лет в информационном пространстве то и дело появлялись вбросы, то насчет создания общей валюты, то по поводу единого парламента. На мой взгляд, на мой вкус, объединение таких близких народов, как русский и белорусский, должно быть проведено на безусловной основе в рамках единого государства. Должен быть единый парламент союз. Можно назвать абсолютной думой, нужно как угодно. Должно быть единое правительство. Но дальше слов дело пока не доходило. Беларусь что-то обещала, получала кредиты и нефть по сниженным ценам, после чего уходила в закат. На этот раз не прокатила. Хочу особо подчеркнуть, Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. Россия отказалась компенсировать налоговый маневр и давать нам газ по льготной цене. Вместо этого начала требовать более твердых шагов по интеграции двух стран, попутно ограничивая поставки белорусской продукции в Россию основного торгового партнера. Пока искусственного интеллекта рядом с нами нет, мы будем пользоваться своим. А поскольку все понимают, что одна страна настолько меньше другой и равноправное объединение просто невозможно, опасения белорусского общества вполне оправданы. Мы потихоньку, значит, скатываемся в губернию российскую. И это, наверное, просто дело времени. К тому же традиционные имперские амбиции России, как никогда ранее, отлично коррелируют с личными амбициями ее императора. В 2024-м у Путина заканчивается последний из возможных срок полномочий. А продлить его можно лишь в новом государстве, которое и получится в случае объединения с Белоруссией. Очередная марионетка вроде Медведева уже не прокатит. Пока Москва надеется договориться на брак по согласию. Но как она поступает, если о согласии договориться не получается, все мы прекрасно видели в книжках по истории. Запорожская сечь, Речь Посполитая, Грузия, Финляндия, Приднестровье. Попросив у Российской империи защиты и покровительства, все они в итоге стали ее очередными колониями. А все разделы, аннексии и ликвидации были также оформлены в виде официальных бумаг и гарантий самостоятельности. Иногда даже и бумаг этих не нужно. Просто приезжают танки, как это было на Донбассе и в Крыму. В Беларуси с этими танками, кстати, проводят совместные учения. То щит Союза, то очередной Запад. Попутно читая мантры о боевом братстве. Но все понимают, что это крайне опасные игры с огнем. Разумеется, пока Россия действует осторожно, сама под санкциями. Но и 2024-й все ближе. И западные СМИ вовсю трубят. Время обратить внимание на Беларусь. Укрепление союзного государства приведет к изменению баланса сил в Европе. Путин шьет карту Европы. Принуждение к интеграции. Ползучая атака России на суверенитет Беларуси. Против ползучей атаки, к слову, уже развернулась целая кампания. Проводятся акции, подписываются совместные заявления, создаются гражданские объединения. Цель которых – предотвратить углубление интеграции Беларуси и России. Поскольку она вредит национальным интересам нашей страны. Мы хотим знать, мы не рабы. Мы хотим конкретно знать, что принимается в вопросах интеграции. Куда нас продают, за сколько нас продают. И нужно ли это нам, понимаете? Вот в чем вопрос. На 7 декабря в Минске запланировано сразу несколько акций протеста. Усе на площадь незалежности. Долой москалей, долой Лукашенко. Мне нравится Беларусь независимая. Мы и так практически в одной стране живем. Дальше интегрироваться, я думаю, нет смысла. Надо дружить. Наверное, этого не будет в ближайшее время. И вот этого мне, наверное, вряд ли хотелось бы. То есть хочется жить в самостоятельной стране. Ну, когда-то хотела, а сейчас, может быть, и нет. Я считаю, что наше государство. И будем мы жить здесь. После того, что произошло на Украине, как-то мне не очень сильно нравится политика России. Я уже выросла, я родилась в Беларуси, хоть обратно еще в Москве. И как-то я не хочу объединяться. Дружить-то мы должны. Там сотрудничать как-то. Но объединяться нет. Совсем не хочется. А вот что ждет Беларусь в случае вхождения в состав санкционной России. Тут к гадалке не ходи. Непризнание аншлюса на международной арене. Новые санкции. Заморозка любых экономических связей с цивилизованными странами. Крест на туризме. Отсутствие инвестиций и какого-либо развития. Как результат тотальное обнищание населения, массовая эмиграция и смерть для страны. Но это еще цветочки. Все наши предприятия, земля и ресурсы будут раскрадены и распроданы российскими олигархами. А что не успел наворовать Лукашенко, с радостью прихватят мелкие чиновники. Коррупция и тотальный беспредел госорганов будут прикрываться ФСБ и ракетирами. Повседневностью станут вооруженные разборки, этнопреступность и гости из Кавказа. Ухудшится даже экологическая ситуация. Жизнь в Беларуси станет не как в Москве или Петербурге, а как в Челябинске, Тагиле или Уфе. У нас в городе не самое страшное в мире экологии. В то время как жены премьер-министров будут иметь собственные самолеты. Так что может быть это банк ВТБ оплачивает полеты жены премьер-министра и это коррупция. Либо какой-то олигарх за него платит и это коррупция. А явный распил госсредств никто даже и не будет скрывать. Уничтожение санкционных продуктов, блокировка и признание иностранными агентами неугодных сайтов, тюрьма за репосты и прочие прелести цивилизованной России станут доступны каждому. Явный дефицит духовных скреп. Не удивляйтесь, если вы больше не сможете привезти из Польши новенький смартфон, вернув Tax Free, потому что на нем нет и не будет сертифицированного российского ПО. Для тех, кто предпочтет спиться и забыться, тоже есть печальный факт. 70% алкоголя в России это контрафакт. А все эти достижения, разумеется, придется надежно охранять. Поэтому не удивляйтесь, если вашего сына отправят на китайскую границу. Ведь это будут тоже священные рубежи нашей новой родины. Кстати, в армии там не только дедовщина и суицида, а еще и массовые расстрелы сослуживцев и цинковые гробы из Сирии, Донбасса и любых других территорий, где захочет заявить о себе Путин. Они заблудились просто на бронетехнике с оружием. Знаменитое российское хамство на дорогах, мусор и бардак станут частью нашей новой повседневности. Да-да, не удивляйтесь! А еще нас с высокой долей вероятностью будет ждать затяжной вооруженный конфликт. Ведь поглотить Беларусь по-тихому не получится. Тысячи патриотов наверняка вспомнят партизанский опыт прадедов, и оккупация для присоединителей не станет майской прогулкой. Беларусы никогда не согласятся с новым раскладом. Так что может уже и действительно нахрена нам такой союз? При этом мы никогда не будем против гостей из России. Всегда подружески примем, накормим и покажем свою страну. Страну, независимость которой уже никогда не удастся сделать предметом торга и политических манипуляций. Ведь дальнейший путь Беларуси должны решать только беларусы. А братья должны жить каждый в своем доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова